В обмен на военную помощь КНДР может получить от России поддержку программ баллистических ракет, ядерные и космические технологии. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность Южной Кореи о растущем военном сотрудничестве между КНДР и Россией. У нас есть реальное беспокойство относительно любой поддержки программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий и ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы выявить, разоблачить и при необходимости противодействовать этим усилиям. Значительная часть вооружения Северной Кореи устарела, поэтому они нуждаются в модернизации. После начала полномасштабного вторжения России стало гораздо труднее искать союзников на международной арене. Поэтому Путин решил сотрудничать с такими же диктаторами, как он сам. Впрочем, больше никто из цивилизованных стран с бункерным и не готов вести какой-либо диалог. Обе страны находятся в конфликте с Соединенными Штатами, считают Соединенные Штаты главным своим врагом. Обе страны под санкциями стран Запада. А КНДР, и вот это важный момент, который касается других вопросов, КНДР находится и под санкциями ООН, под глобальными санкциями. Россия расширяет свое военное сотрудничество с теми странами, которые, например, в США считаются спонсорами терроризма, которые себя ведут очень агрессивно в отношениях с соседями и которые представляют угрозу для международной безопасности. Сотрудничество мировых изгоев России и КНДР стремительно развивается. За последние месяцы визиты чиновников двух государств стали очень частыми. К примеру, в конце июля министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Северную Корею. Вскоре после этого Россия отправила в Пхеньян военный самолет, вызвал беспокойство относительно того, что КНДР собирается начать крупную передачу оружия России. Через некоторое время Путин пригласил в гости северокорейского лидера Ким Чун Ына и тот лично приехал навстречу. Ну и в октябре, пока Путин находился с визитом в Китай, министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Пхеньян. Как сообщали ранее западные СМИ, КНДР большую часть года передает России снаряды и ракеты. Только после личной встречи Ким Чун Ына и Владимира Путина Северная Корея отправила в Россию около тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами, которые Путин использует на войне в Украине. Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, что, собственно, подходит России. Взамен на такую дружественную военную помощь КНДР может рассчитывать на поддержку со стороны России в области технологий. Северная Корея ядерная держава. У них есть свое ядерное оружие. Ну, как минимум, атомное оружие. Есть свои ракеты, в том числе и баллистические ракеты есть. Другое дело, что Северная Корея стремится к модернизации этого оружия, потому что оно не очень надежное, имеет ограничения. Вот Северная Корея заинтересована в модернизации этого оружия. Кроме того, Северная Корея заинтересована в получении космических технологий, которые она может использовать как в разведывательных целях, так и для обеспечения, скажем так, своих военных программ, в том числе для наведения своего ракетного ядерного оружия, например, на цели в США. Только расщедрится ли Россия поделиться с КНДР технологиями, пока этот вопрос открыт. Запад, по мнению эксперта, будет пытаться предотвратить такое сотрудничество. Соединенные Штаты будут давить ее самостоятельно напрямую на Россию, удерживая ее от поставок, ну, скажем так, чересчур современных технологий, такому слишком антюристичному северокорейскому режиму. Я думаю, что будут пытаться решить эту проблему с Китаем, чтобы сдержать Россию от поставок современных военных технологий в Северную Корею, ну, и чтобы этот процесс со стороны Китая тоже контролировался. В свою очередь, Северная Корея и Россия отрицают наличие каких-либо вооруженных соглашений, несмотря на заявления лидеров об укреплении военного сотрудничества между странами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова